здравствуйте хорошие люди здравствуйте мои подписчики здравствуйте гости моего канала сегодня я хочу поговорить с вами об увлечениях в том числе и о моих увлечениях я очень уважаю творческих людей творчество бывает разное кто-то сочиняет стихи кто-то поет песни сочиняет песни играет на музыкальных инструментах и многие эти люди делают это непрофессионально просто для себя для души просто им наверное это требуется не исключение из этих правил и я часто я увлекалась чем-то например с детства увлекалась цветами собирала все подряд все цветы которые глаз увидел делала букеты ну и постепенно конечно через много лет я стала флористом хотя могла бы быть флористом с самого начала сразу после школ потому что это мне нравилось всегда цветы я любила всегда без цветов больной человек наверное так скажу вот и это стоит у меня на первом месте цветы цветы в доме цветы на улице цветы на работе вот так сейчас проходит моя жизнь когда мы купили наш дом и наш участок не был оформлен никак запущен до предела никому это не нужно было и вот тогда я начала планировать и разбивать небольшие участки нашего сада и первое что мы посадили это был наш гартен так называется по-немецки или сад для того чтобы нашим это это когда человек таскает ест постоянно это называется нашим это не настоящая еда это перекуска между едой вот этот сад был разбит для того чтобы наши дети тогда мои старшие внуки были 4 и 6 лет чтобы они видели где растет смородина на каком кустике как она выглядит какая она на вкус и тогда мы посадили три вида смородины черную красную и белую посадили крыжовник красный и зеленый была у нас живолость сейчас нету и садовая черника или голубика как ее все называют вот в другом углу нашего сада я разбила небольшой небольшой участок сада с пряными травами ну и также цветы розы где-то вот перед домом посадили цветник сначала он был совсем маленький а потом когда мы уже ну фластировали наш двор или как говорится приводили наш двор в порядок тогда уже цветник приобрел тот вид который он и сейчас имеет вот это такое увлечение у меня было когда мы купили дом где-то что-то какие-то растения пересадили где-то был у меня конечно и гимнезгартен или овощной сад вот все это отвоевалось по сантиметру от газона вот кроме этого я очень увлекаюсь вязанием временами я хочу сказать я могу не вязать десять или двадцать лет но потом вяжу как дурная с утра до вечера или как больная можно сказать когда дочь сказала что у нее будет сын и попросила меня связать ему костюмчики меня было не удержать я не помню сколько костюмов я ему связала ну наверное штук шесть разного размера разного цвета разного вида из хлопка из шерсти из пушистой пряжи из не пушистой пряжи в общем из детской пряжи вязала всякие носочки всякие пинеточки штанишки шортики что я только не вязала навязала и связала одеялко конечно это одеялко им пригодилось вот ну вот такой у меня был пик наверное года ну года три я вязала а вот сейчас как будто по рукам надавали не знаю кому я что связала но у меня такое уже было вязала костюмчики на подарки там продажу вязала детские для грудничков вот и в какой-то момент меня как будто затормозили остановили вот и в данный момент я ничего не вижу хотя есть в этом необходимость надо начинать ну может зима придет с большим увлечением я вернее нужно сказать я очень люблю рукоделие я бы хотела научиться плести корзины хотя мне уже столько лет я до сих пор это не знаю не умею я одно время я плела сумки макраме ну такую технику макраме изучала и у меня получалось это было очень давно я уже не помню но я думаю что если начать то я смогу потому что принцип макраме мне понятен известен и я бы могла это делать но как-то не доходит ход пока до этого очень увлекаюсь конечно рецептами консервирования домашних овощей и фруктов если нахожу что-то новое и очень мне нравится считаю что это подарок судьбы наверное так сказать такие вот у меня увлечения что еще нужно отнести к увлечениям одно время я шила шила для себя много какие-то кофточки какие-то платьишки сначала это было конечно в школе нас учили в школе кроить и шить и вот в старших классах седьмой и восьмой класс это была кройка шитье и мне очень нравилось у нас дома была машинка швейная ручная и я шила себе ситцевые платьишки на лето даже тогда нельзя было купить купальников мы шили купальники мы шили юбки мы шили какие-то ночные сорочки в общем ну наволочки не надо говорить это вообще мелочь и вот это то что меня научили в школе я пронесла через всю жизнь я шила себе шторы я шила пеленки моим детям карнавальные костюмы все время машинка была у меня всегда и есть сейчас и я всегда пользовалась ей ну не скажу что в больших масштабах но для себя я всегда могла что-то сшить если захочу то сошью вот что еще такое что меня увлекает это ну сейчас это нельзя сказать что это увлечение это уже начинается профессия это составление букетов это составление композиций все мои комнаты оформляла я выбирала обои я мебель подбирала тоже я но мы ездили с моим мужем и надо было чтобы понравилось обоим и одному и другому тогда это имеет смысл конечно ну вот так приобретя наш дом мы оформили сад полностью переделали все комнаты ремонт сделали первый ремонт делали чтобы перейти а потом комната за комнатой комната за комнатой мы оформили наш дом так как он выглядит сейчас вот купили новую мебель все это кроме спальни все поменяли полностью вот такой увлеченный я человек также и так же и сейчас скажу что вот сказала не буду ничего консервировать а не получается консервируем стараюсь раздать не все получается раздать ну вот так могу увлечься приготовлением еды и выпечкой и такое у меня бывает если есть интересные рецепты то обязательно хочется их попробовать вот вот конечно сейчас подводит здоровье не дает мне размахнуться на широкую руку на широкую ногу очень увлечена сборка грибов в принципе собираю их столько сколько мне никогда не нужно и вот это вот это тоже это с детства собирать ягоды собирать грибы потому что жили на крайнем севере летние месяцы было много ягод много росла голубика смородина жимолость жимолость кстати без горчинки абсолютно сладкая что еще мы собирали бруснику обязательно собирали шишки с кедрового сланика они мельче чем кедровые шишки но они такие же вкусные немножко нежнее кожица на орехах меньше орехи но они такие же вкусные как и кедровые шишки кедровые орешки вот вот так наверное из детства я перенесла вот эти увлечения в свою взрослую жизнь одно время я собирала ежевику она была дикую ежевику здесь в Германии она была такая крупная я собирала для себя для своих друзей для своих коллег и мне это доставляло удовольствие собирать ягоду так что бывает такой у меня как чем-нибудь увлекусь то тормозить надо вот такой я увлеченный человек вот тогда когда мы садили в нашем саду растения розы подбирала не каждую розу покупала которую могла купить подбирала те которые нравились ну вот виноград тоже сначала купили то что было в продаже а потом стали приглядываться у людей другой растет не такое как у нас отличается чем отличается что лучше и вот сейчас мы уже немножко разбираемся какой нам больше нравится виноград а какой без какого мы можем обойтись постепенно это все сортируется конечно первое что купила и посадила здесь у нас в саду это была облепиха потому что облепиха у нас росла и в казахстане но в казахстане облепиха у меня никогда не расползалась а здесь она ползет я уже вам показывала что облепиха агрессивная и вот она протягивает свои корни на расстоянии больше десяти метров вот поэтому приходится с чем-то расставаться с какими-то растениями потому что они не соответствуют моим потребностям нужно так сказать с ними работы больше чем от пользы от них ну вот так мои хорошие когда сажу рассаду помидор не могу ни от чего отказаться и то хочется и вот этот сорт тоже неплохой и вот этот тоже неплохой вот в этом году у меня 17 сортов хочу сократить сократить на самые лучшие сорта чтобы их было количеством меньше кусок томатов и ухаживать за ними было бы легче вот так увлекаясь раз за разом одно время увлекалась орхидеями у меня было 16-17 орхидей больше они стояли на всех окнах я покупала все цвета которых мне не хватало это все было пестрая вот окна у меня небольшие все окна были забиты орхидеями постепенно я пришла к выводу что нравится мне больше всего не пестрая орхидея а светлые белые орхидеи и таким образом редуцировала или уменьшила количество орхидей только на одно окно этого достаточно потому что в весенний период у меня на окне стоит рассада как и у всех огородников садоводов видите очень люблю собирать обязательно осенью ездим яблоки груши собираем сливы всякие ягоды когда начинают пускать для сбора все время ездим на ягоды едим уже совсем мало уже это прошло все чтобы побольше наварить варенье побольше там заморозить чтобы всегда все было вот есть такая поговорка я не хочу ее произносить она немножко грубоватая но это в том смысле что запас никому не помешает вот ну вот как-то так мои хорошие сегодня я вам рассказала что я человек увлекающийся и в данный момент у меня есть увлечение я снимаю для вас ролики каждый день я думаю о том чтобы было вам интересно и что мне нужно куда мне нужно поехать что мне нужно приготовить и что мне нужно для вас снять ставьте лайки пишите свои комментарии подписывайтесь на мой канал всем всего самого доброго всем здоровья всем покоя на душе и мирного неба над головой до новых волнующих встреч пока пока